Муниципалитеты Ненецкого округа продолжают активно участвовать в инициативном бюджетировании. В этом году на конкурс представлено 36 проектов. Все поступившие заявки пройдут предварительный отбор и проверку на обоснование сметной стоимости. Прием заявлений на предоставление окружной финансовой поддержки завершен. Победителей комиссия определит в апреле. Александра Литкова продолжит. Уличное освещение, благоустройство дворов, площадей, набережных и других территорий, а также озеленение, создание и ремонт детских игровых площадок, мест массового отдыха и многое другое. Все это является приоритетными направлениями развития общественной инфраструктуры, на которые муниципалитеты могут получить финансовую поддержку из бюджета округа. Например, Пустозерский сельсовет подготовил для участия три проекта. В Хамгурии у нас будет проведено по инициативе то ограждение детской площадки будет заменено. По Оксино мы планировали уложить дорожные плиты на центральной дороге. Плиты у нас были уже закуплены. Нам сейчас надо выполнить только работу по укладке. И сделали еще один грант, в котором у нас будет три арт-объекта. Я люблю Оксино, я люблю Хамгурии, я люблю Каменька. В прошлом году жители муниципалитета уже участвовали в подобном конкурсе. Тогда средства на благоустройство были получены, но в связи с тем, что материалы привезли с последней навигацией, реализовывать проекты будут этим летом. В текущем году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры из окружного бюджета направят 17 миллионов рублей. Финансирование проекта осуществляется таким образом. Округ дает миллион. И плюс это 89% от стоимости проекта, плюс 10% это средства самого муниципалитета. Это 1% по положению должны предоставлять сами граждане, которые выступили инициаторами этого проекта. При этом вклад жителей в реализацию инициативы предусматривается в различных формах, в том числе и трудовым участием. Стоит отметить, что муниципалитеты с каждым годом все активнее принимают участие в конкурсе. Если в 2017 году их было всего 14, то в этом уже 36. В целом, те наши достижения, которые заключаются в том, что популярность этого способа получения средств для муниципалитетов, она растет. Конечно, это непростой способ. Необходимо очень тщательно готовить материалы, документы, рассчитывать сметы. Потом это все на усмотрение конкурсной комиссии. Но мы рады, что главы органов местного управления, руководители, они все-таки более активно с каждым годом в этом участвуют. В 2019 году за счет инициативного бюджетирования были профинансированы 23 проекта. Это зона отдыха в районе Захребетной Курии, двор по улице Ленина в Наринмаре, парк отдыха в Коткино, набережная в Шойне, построены детские и спортивные площадки в Тельвиске, Хангурие, Каменке, Красном. Установлен памятник первому ненецкому пилоту Семену Евтысову в Нельменом носе и отремонтирован обелиск Победы в Великовисочном.